Друзья мои, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале, меня зовут Илона. И сегодня я вас приглашаю со мной немножечко поработать, а на самом деле отдохнуть, потому что у меня ланч-брейк. И я готова, и у меня есть желание с вами поговорить, просто порассуждать немножечко, показать вам кое-что, как я сегодня работаю, что у нас сегодня нового в госпитале, какие у нас украшения и так далее. Кто наблюдает, следит за моим каналом, тот знает, что у меня очень много профессиональных видео, которые вы можете посмотреть, они достаточно интересны про жизнь американских госпиталей, про нашу работу и так далее. Сейчас мы с вами немного поговорим, ничего особенного, просто хотела с вами немного поговорить. А сегодня у нас Черная Пятница, вчера был День Благодарения, и на следующий день после Дня Благодарения Черная Пятница. Но все уже, наверное, даже не только в США знают об этом, о том, что огромные скидки на товарах, люди атакуют магазины, хотя сейчас не так, как раньше, потому что многое можно купить онлайн по замечательным ценам. Я никогда не хожу в магазины в Черную Пятницу, но многие любят ходить, толпы народа, все сметается. А я сегодня работаю, хотя у многих сегодня выходной день, но у нас в работе госпиталей. Для тех, кто не знает, скажу, что Thanksgiving – День Благодарения, очень популярный в Соединенных Штатах Америки праздник, когда люди собираются всеми семьями, благодарят друг друга, благодарят Бога за все хорошее. И, кстати, съезжаются люди и семьи со всех концов Соединенных Штатов Америки, и некоторые приезжают даже из других стран мира. То есть цель – встретиться всей семьей, сесть за большой стол и отпраздновать. Кстати, вчера говорила о своем дяде, он живет в другом штате, но тоже в Соединенных Штатах Америки, и он вам сказал мне интересную вещь. Я, конечно, скажу сразу, что это не медицинский совет, потому что как врач, да, для тех, кто не знает, я работала врачом-гинекологом в Москве на протяжении 12 лет в госпитале, и, переехав в Соединенные Штаты Америки, начала заниматься ультразвуковой диагностикой. Так вот, как врач, я, конечно, вам не могу давать такую рекомендацию, но просто хочу вам сказать, что очень интересный метод, который тоже меня удивил. Возьмите на заметку, кого это интересует. Так вот, мой дядя сказал, что у него после небольших физических работ, он уже пожилой человек, по ночам бывают сильные судороги в руках и ногах, и он долго искал средства, но есть много медикаментозных методов лечения, препараты, массаж, упражнения и так далее. Так вот, он нашел очень интересный и простой метод, которым со мной поделился, и я хочу, в свою очередь, поделиться с вами. Вы покупаете несколько кусков туалетного мыла, и когда у вас начинаются судороги, вы берете это мыло в руки, кусок мыла в руки, и начинаете как бы его вращать в руках, то есть вот тереть о него ладони, вращать в руках, и он сказал, буквально в течение 4-5 минут судороги проходят. То же самое, если у вас судороги в ногах, вы просто прикладываете к участку, там, где наисильнейшая судорога, и тоже проходит. Вот такой совет. Опять-таки, лично не знаю, лично не делала, но мой дядя очень продвинутый человек. Вот, и он сказал, что это что-то невероятное, это чудо. Кому интересно, возьмите на заметку. Вообще, если вы работаете в госпитале, то, конечно, вы должны быть готовы к тому, что вам придется работать по выходным и по праздникам. Вот, и если у вас семья есть, это, конечно, немножечко напрягает. Хотя некоторые относятся к этому совершенно нормально. Здесь вообще медсестры работают в основном сменами по 12 часов, то есть они сутки работают 12 часов, 2-3 дня отдыхают. Ну, а специалисты по ультразвуку, как и врачи, у нас совершенно другое расписание, поэтому у нас зависит от того, какой госпиталь. Есть госпитали, которые работают не 24 часа, вернее, они не имеют 24 часа всех специалистов. Наш госпиталь – это Level 1 Trauma, то есть сюда привезет больных на вертолетах, поэтому госпиталь работает 24 часа, и в течение 24 часов, круглосуточно, 7 дней в неделю, больным нужна помощь. То есть какие-то экстренные ситуации, конечно, нужно, чтобы мы здесь были все время. Вот сзади меня сувенирный магазин, там уже такие новогодние гномики. Все, Новый год, нам тоже надо будет поменять украшения, пока осенние мы, конечно, не поменяли, потому что мы держались до последнего. Пока Thanksgiving, День Благодарения, у нас осень, а сейчас уже зима впереди, поэтому будем менять украшения на новогодние. Покажу вам обязательно, как мы это сделали. Вы не обращайте внимания, у меня здесь полоса, я такой шилд, экран, одевала маску, шапочку. Хотя у нас уже не так много ковида, но, тем не менее, сейчас сезон гриппа, ангины и ковид тоже есть, поэтому я стараюсь быть осторожной. Кстати, хотела вам сказать, вот у многих, наверное, возникает вопрос, куда же люди в Соединенных Штатах Америки ходят в случае, если им нужна помощь в выходные дни или, например, суббота, ну да, суббота, воскресенье или праздничные дни. Есть такая система Walk-in клиники, которые в основном открыты в выходные и в праздничные дни. Часы, конечно, варьируют, но, в общем и целом, они открыты. В основном с 7 утра до 7 вечера. Это целая сеть клиник. Они называются Walk-in, потому что вам не надо записываться на прием. Вы заходите в Walk-in. Заходите. И, пожалуйста, вас принимают. В общем, да, работают и врачи. Там можно делать компьютерные исследования. В некоторых даже, вернее, извините, X-Ray, то есть рентген. А в некоторых есть даже компьютерные аппараты. Не во всех, конечно. Лабораторные исследования тоже вам могут сделать. Ну и, конечно, поставить диагноз и назначить лечение. И у них есть компьютерная система. То есть, например, есть Вандербилд Walk-in клиник. И если у вас врач в Андербилдсе, то вся эта информация посылается также врачу. Потому что здесь так же, как и, наверное, во многих странах мира, для того, чтобы попасть на прием к врачу, вот обычный прием, вам надо записаться заранее. А в случае, если это Walk-in клиник, никакой записи не нужно. То есть прием идет по живой очереди. Опять-таки, если вы приехали, например, в какую-то клинику и смоете там очень много народу, вы можете поехать в другую. Они в большом количестве. Их открыли еще до ковида. Но в период ковида они стали очень распространены. Почему? Потому что во время ковида мы столкнулись с такой проблемой. Практически было невозможно попасть к врачу, если у вас хоть какие-то симптомы простуды. А в основном, ну мы с чем ходим к врачам? Симптомы простуды. Чаще всего. Не всегда, конечно. И поэтому были еще большее количество этих Walk-in клиник открыты. Это, конечно, было большой помощью всем. И, конечно, всегда у всех есть вариант прийти в госпиталь. Но в госпиталь приходят в основном люди, у которых какая-то очень экстренная ситуация. Потому что те люди, у кого есть страховка, за услуги госпиталя платят очень дорого. Очень дорого. Да, вот не удивляйтесь, у кого есть страховка, платят дорого. А у кого страховки нет или социальная страховка, те ничего не платят. А мы очень много платим. Поэтому в госпитале только если некуда больше деваться. Вот такие декорации. Это уже на этаже какие декорации красивые. Нарядили. А вот здесь такая зона отдыха, где посетители госпиталя, которые приходят навестить пациентов, могут посидеть. Посмотрите, какой вид красивый. То есть это холл. Лифты. Там сидят медсестры. Вот у нас такой замечательный холл. Я не раз его показывала. Здесь телевизор. И, кстати, здесь у нас во всех госпиталях свободный бесплатный Wi-Fi. То есть для всех посетителей бесплатный Wi-Fi. Вот так. Ну, естественно, для сотрудников. Посмотрите, здесь уже украсили. Люди с таким нетерпением ждут Рождества. Как красиво украсили, да? Все скорее хотят Рождество. Хотя еще только был Thanksgiving, день благодарения. А все уже готовы к Рождеству. Посмотрите, какая у нас красивая елочка. Каждый год она разная. Даже хочется сфотографироваться с этой елочкой. Посмотрите, какая она замечательная. Красивая. Видите, какая приятная музыка. Здесь всегда такая музыка играет. Его здесь разложили. Кстати, очень хорошая идея. Вот так просто разложить украшения. И возле лифтов тоже такие красивые букеты. Конечно, флаг висит. Пойдемте вниз, посмотрим, что внизу. Знаете, какая замечательная погода. Правда, прохладно. Примерно плюс 12-13. У нас было очень тепло. Летняя погода сейчас похолодала. Совсем недавно были осенние украшения. Уже елочка. Это дворик наш. Посмотрите, там до сих пор розы. Сейчас уже, как я сказала, 12-13 градусов. В общем-то, не так холодно. Внутренний дворик. Здесь можно взять плач, отдохнуть. А это зона кафе, где посетители и работники могут тоже отдохнуть. Вот этот сувенирный магазин сам в кафедре закрыть. Сегодня вообще-то выходной день. Вот я как раз сейчас иду на ланч. Такая машина. Вы делаете clock out и clock in. То есть четко по времени известно, во сколько вы ушли и во сколько вы пришли. Я уже неоднократно вам рассказывала о том, как я восхищаюсь вот этими живыми цветами и растениями в наших госпиталях. Посмотрите, вот это настоящее бамбуковое растение. Ну, разновидность бамбука, да? Посмотрите, вроде бы контейнер не такой большой, ничего особенного нет. А в каком оно виде? Какое оно красивое? То есть специальные люди приходят, ухаживают. И я спрашивала, что же вот это такое? Вот это, видите, как солома. Так вот, это сверху, а снизу земля. Это называется Spanish moss. То есть это такая разновидность, говорят, как муха. Но не мох конкретно, а разновидность. И бывает это искусственное, а бывает и натуральное. И это кладется поверх горшков для того, чтобы не испарялась влага. И растения себя лучше чувствуют. Вот я тоже хотела попробовать купить и положить в свои домашние растения. Но просто восхищает вид и состояние этих растений. Кстати, хотела вам рассказать вот об одном интересном растении. Посмотрите, еще один контейнер. Вот это растение называется Scarlet Star. Красная звезда. Или звезда Scarlet. Посмотрите, но они бывают разных цветов. Первый раз я на него обратила внимание, когда я была в зоопарке, и там на деревьях увидела это растение. И я сказала себе, что же это такое? Почему они на деревьях? И стала интересоваться. Оказывается, они могут расти на любых других растениях. Представляете? Вот такое растение Scarlet Star. Но здесь оно посажено в горшки. А, здесь собраны горшки. Это такой контейнер. Он большой. Но все равно посмотрите, в каком состоянии. Или вот эти растения. Посмотрите, какое оно нежное, красивое. У меня дома достаточно много растений комнатных. Я их очень люблю. И я с удовольствием даже приобрела бы больше, но просто уже некуда. У меня, кстати, есть видео на канале про мои комнатные растения. Кому интересно, посмотрите. Но я, кстати, планирую еще раз делать. Расскажу вам, что у меня есть, что я люблю. Ну, вот наш дворик. И вы, наверное, удивитесь, потому что праздничные дни, а у нас много больных. И по какому поводу они приходят? То есть у нас есть emergency department, скорая помощь, а также те больные, которые лежат планово. Ну, те больные, которые лежат планово, понятно, ситуации разные. Ну, а что касается скорой помощи, боль в ноге или, например, боль в животе, беременность, проблемы с беременностью. Вот примерно такой контингент больных. А есть еще и травмы, так как он нам привозит на вертолетах. То есть люди, которые попали в какую-то травму, упали, автомобильные аварии и так далее. И им, конечно, оказывается мгновенная медицинская помощь. Вот это температура. Показывают циклоны, которые идут. У нас похолодало. Обычно в нашем штате, у нас Южный штат, штат Танаси. И у нас достаточно тепло. У нас жаркое лето, у нас замечательная осень чудесная. Вот эта регистрация пациентов, она закрыта сегодня, потому что выходной день, праздничный выходной. Ну и, конечно, мои дорогие, я не снимаю внутри стационара, потому что это запрещено законом. Это пациенты имеют право на правеси, на приватность. И, конечно, никто не хочет попасть в кадр, естественно, поэтому я там не снимаю. Здесь у нас также есть небольшая кофейня, небольшая. Но она сегодня тоже закрыта. А вон там обычно идет прием тех больных, которые приходят на операцию ложиться. Операции здесь в основном проводятся амбулаторно, за исключением очень больших и серьезных операций. Люди приходят, люди уходят. И многих это удивит, потому что некоторые оперативные вмешательства здесь проводятся амбулаторно. То есть те, которые вы предположили бы, что в Советском Союзе человек должен находиться в стационаре как минимум неделю, здесь человек приходит, ему делают операцию и отправляют домой. Ну, в крайнем случае оставляют до следующего дня. А почему вы скажете, что это происходит? Потому что все очень дорого. И даже если у вас страховка позволит себе находиться в стационаре долго, без серьезной причины, ну, практически никто себе не может позволить, за исключением людей, у которых социальная страховка. Но там тоже есть определенные правила. Никто не будет лежать без нужды в больнице лишнее количество времени. Так что так. Особенно не полежите и не отдохнете в больнице. А здесь, поверьте, действительно условия такие, что можно немножечко отдохнуть. Одноместные в основном палаты. Ну, у нас все палаты одноместные. Может быть, есть одна или две двухместные, но все равно там лежат по одному человеку. Душ, туалет, питание естественно и так далее. Но за такие деньги, конечно, еще были бы другие палаты. А вот это на случай, если кафетерий закрыт. Как, например, сегодня. Я беру свой бадж, посмотрите, дверь открывается и захожу. Здесь, конечно, камеры. А зачем нужны камеры? Потому что вы выбираете себе какие-либо продукты. Например. Но в основном это полуфабрикаты или такие простые снайки, закусочные. Супы одноразовые. Одноразовые в упаковке. Я их называю одноразовыми. В микроволновке можно что-то подогреть. Сок, конфеты, чипсы. В общем, практически ничего полезного. Здесь вы расплачиваетесь и выходите. То есть никто не проверяет. Здесь установлены камеры. Вы просто делаете то, что необходимо. Можно купить, правда, бутерброды. Вот такие бутерброды. Тут есть бутерброды, как чизбургеры, гамбургеры, просто сыр, йогурты. Ну вот, выбор напитков. Такой, вредных напитков, конечно. А что здесь у нас? Печенье. Буррито. Видите, лазанья. Можно ее разогреть тоже. Не так много, но на крайний случай подойдет. Вот так. Refuel. Подзарядитесь, написано. Ну что, друзья мои. Мой перерыв заканчивается. Пойду дальше работать. Спасибо вам за то, что были со мной сегодня. Пишите, пожалуйста, комментарии. И в комментариях, пожалуйста, пишите, какие темы вас интересуют. Я обязательно остановлюсь на тех темах, которые вам интересны. А для того, кто первый раз меня смотрит, могу сказать, что у меня на канале очень много интересных блогов. Не только кулинарных, но о нашей жизни, магазины, простая, обычная, человеческая жизнь. Также профессиональные блоги. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю всего самого-самого наилучшего. С вами была Айлона. До новых встреч. Будьте здоровы и будьте в безопасности. Пока.